Доброе утро! Здравствуйте! С вами Ольга Дмитриева и Наталья Гончарова. Вы смотрите «Утро на ОТВ». Встречайте новый день с нами, вы узнаете много интересного. Сад Победы. В парке «Патриот» сотни людей высадили яблони в память о героях Великой Отечественной войны. Воинам-дорожникам посвящается. На 71-м километре трассы М1 «Беларусь» возложили венки к памятнику в честь 78-й годовщины Великой Победы. Бессмертный автополк. Сотрудники подмосковной Росгвардии приняли участие во всероссийских акциях в честь Победы. Патриотическое воспитание. В образовательном центре «Флагман» прошла ежегодная акция «Бессмертный полк». Я-память. В культурно-спортивном досуговом центре Ершовская состоялся патриотический концерт. В честь народного артиста. В Заречи провели концерт-спектакль, посвященный творчеству Иосифа Кобзона. 10 мая 1906 года состоялось открытие Первой Госдумы России. В законодательное учреждение входили представители разных политических партий. Учрежденная Николаем II, Дума проработала всего 72 дня. Приняла 391 запрос о незаконных действиях правительства и вошла в историю как Дума народного гнева. Чем еще примечателен сегодняшний день в истории, смотрите далее. 10 мая 1932 года в Ленинграде на заводе Коминтерн произвели первую партию советских телевизоров – 20 пробных экземпляров с названием «Б-2». Устройство представляло собой приставку, которую нужно подключать к обычному радиоприемнику. Для звукового сопровождения требовался еще один радиоприемник, настроенный на другую частоту. Приставка обладала миниатюрным экраном 3 на 4 сантиметра со стеклянной лупой. Примечательно, что первое в мире телевизионное изображение получил 91 год назад профессор Петербургского технологического института Борис Розинг. А его ученик, русский изобретатель Владимир Зворыкин, эмигрировал в США и в 1928 году запатентовал там первый цветной телевизор. 10 мая 1917 года открыли Российскую книжную палату. Библиографическое учреждение основали в Санкт-Петербурге для регистрации произведений печати. Основные ее функции были регистрация всей текущей печати в России, образование книжного фонда для снабжения государственных учреждений и книгохранилищ всеми выходящими печатными произведениями в стране. В Кыргызстане 10 мая свой профессиональный праздник отмечают банковские служащие, а в Азербайджане сегодня День цветов, а в Германии День книги. Сегодня свое 85-летие отмечает французская актриса, певица Марина Влади. Родилась она во французском городе Криши-Лагарен в семье русских эмигрантов и носила имя Екатерина Марина Владимировна Полякова-Байдарова. В 17 лет Влади сыграла главную роль в фильме «Колдунья» по мотивам повести Куприна «Олеся», который обошел все экраны мира и принес юной актрисе неслыханную популярность, в том числе и в СССР. В картине «Их двое» Марина снялась вместе с Владимиром Высоцким, своим вторым мужем. По словам актрисы, именно с ним связаны и самые счастливые, и самые тяжелые годы ее жизни. Кончина Высоцкого в 1980 году стала для Влади тяжелым испытанием. Также 10 мая родились актриса, режиссер, сценарист Наталья Бондарчук и тележурналист Владислав Листьев. И к новостям округа. Яблоневый сад Победы высадили в парке «Патриот» в память о героях Великой Отечественной войны. Несмотря на прохладную погоду, в мероприятие приняли участие сотни людей. Военнослужащих, юнормейцев, студентов и просто неравнодушных горожан. Подробнее об акции расскажет Полина Толмачева. 270 яблоневых саженцев высадили в память о героях Великой Отечественной войны. Символический сад Победы заложили на территории музейно-храмового комплекса Вооруженных сил России в честь 78-й годовщины Великой Победы над фашизмом. Каждая из этих деревьев будет живым напоминанием для потомков о великих подвигах советских солдат. Отдельную благодарность я хочу сказать музейно-храмовому комплексу. У нас, в принципе, здесь проходит много важных мероприятий. Мы часто здесь встречаемся. Мы сегодня все делаем большое важное дело, поэтому давайте скорее начинать. Патриотическая акция объединила представителей правительства Московской области, волонтеров, военнослужащих, гражданских, взрослых и детей. Около ста юнормейцев приняли участие в высадке деревьев. Подобные мероприятия важны для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и любви к родине. Эта акция на самом деле очень важная для нашей молодежи. В годовщину Великой Отечественной войны, победы над фашизмом, мы еще должны раз закрепить и показать нашей молодежи, что они должны делать и чем мы должны гордиться. Каждому саженцу прикрепили бирку для записи фамилии героя, в честь которого было высажено дерево. Любой желающий мог принять участие и увековечить память о своих дедах и прадедах. Этот саженец я высадила в честь своего прадеда, Байкова Валентина Алексеевича. Он у меня прошел до конца войны. Дедушка мой был связистом, он как раз до Берлина дошел. Для меня это очень символично и очень памятно посадить деревья, особенно среди своим ребенком. Я считаю, что необходимо помнить свою историю. Тот, кто помнит свою историю, у того будет светлое будущее. После дружной и слаженной работы всех ждала полевая кухня с горячими напитками и ароматной кашей. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова». Работники дорожной службы всегда на передовой. Так, во время Великой Отечественной войны тысячи человек трудились над восстановлением дорог. Именно в их честь прошла церемония возложения венков к памятнику воинам-дорожникам на 71-м километре от расы М1 «Беларусь». Мероприятие приурочили к 78-й годовщине Великой Победы. Дорожникам, которые в наши дни особо отличились при восстановлении дорожной инфраструктуры в зоне проведения СВО, вручили медали. Полина Бахова с места событий. Объявляется минута молчания. Минута молчания и возложения у памятника воинам-дорожникам для Василия Гришанкова несовершеннолетнего узника фашистских концлагерей – особая миссия. Во время войны он был ребенком. Хорошо помнит бомбежки и долгожданную новость о победе. 9 мая я шел в школу. У нас телефонов в деревне не было, только в сельском совете. И вдруг по пути в школу идут навстречу другие ученики и говорят – победа! И вот развернулись домой и говорят – все. 55 лет своей жизни он отдал работе на дорожной службе. Эти люди, как и отражено на монументе, из осколков собирали разрушенные пути. При сложных условиях обеспечивали подвоз техники, вооружение личного состава фронту. Военные дорожники не только обеспечивали эту победу, но и своим трудом добивались восстановления тех автомобильных дорог, мостов и прочих коммуникаций, которые оставались на освобожденных территориях. Сегодня автомобильные дороги России – это полтора миллиона километров. На всей их протяженности дорожники восстанавливают и следят за историческими памятниками. Мы два года назад открыли большой памятник на трассе М-11. Это из новых памятников. Вообще же, у дорожников, знаете, есть такое хорошее обязательство, что все памятники, которые находятся рядом с дорогами, мы везде наводим там порядок, обихаживаем. В том числе, вот в новых субъектах Российской Федерации. Слава Богу, что там очень много памятников сохранилось. На передовой дорожники находятся и сегодня. Они принимают активное участие в восстановлении дорожной инфраструктуры в новых субъектах России. Только в прошлом году там было сделано 594 километра и 19 мостов. В этом году задачи еще более амбициозные. И за всем этим стоят люди. Лучших из них наградили медалями Минобороны РФ за отличия, проявленные в ходе СВО. Всех участников и гостей ждал праздничный концерт и полевая солдатская каша. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. А теперь к новостям региона. До конца лета в подмосковных поликлиниках начнут работать еще 13 отделений детской реабилитации. Специалисты будут оказывать амбулаторную помощь маленьким пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также с неврологическими, сердечно-сосудистыми и другими патологиями. Все отделения укомплектуют необходимым оборудованием и медперсоналом. О других новостях региона смотрите прямо сейчас. В Подмосковье детям-инвалидам компенсируют проезд в санаторий. Для этого нужно просто подать электронное заявление на портале Госуслуг. Планируется, что в этом году более 30 тысяч льготников отдохнут по бесплатным путевкам в санаториях. Из них около 8 тысяч детей-инвалидов. Компенсацию за проезд смогут получить лица, которые не воспользуются правом на бесплатный проезд до санатория. Размер возмещения в Крым составит около 12 тысяч рублей. В Краснодарский край – около 11 тысяч. Льготников в порядке очередности обеспечат санаторно-курортным лечением по медицинским показаниям. В Подмосковье продолжают убирать дороги. Особое внимание уделяют проезжей части. В этом году впервые применяют специальный шампунь. Он уменьшит количество пыли в воздухе, смоет остатки противогололедных материалов, а также растворит и смоет масляную пленку на дорогах. Уже очистили 500 километров дорожного полотна на центральных городских улицах и региональных дорогах в населенных пунктах. Надзор за выполнением работ осуществляют через специализированную систему контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры – СКПДИ. В Подмосковье через онлайн-портал «Работа в России» трудоустроились порядка 14 тысяч человек. Среди них были как молодые специалисты, так и опытные профессионалы в различных сферах деятельности. Кроме того, платформа позволяет жителям региона пройти профориентацию, профобучение, начать свое дело и многое другое. Чтобы воспользоваться порталом, достаточно зарегистрироваться и заполнить анкету. Сотрудники Подмосковной Росгвардии приняли участие во всероссийских акциях «Бессмертный автополк» и «Поклонимся». В честь Великой Победы и в память о подвиге наших предков они разместили на автомобилях фотографии ветеранов и возложили цветы у Вечного Огня. Полина Бахова расскажет подробнее. На своей служебной машине в рамках всероссийской акции «Бессмертный автополк» Евгений размещает фотографию своего прадеда Федора Ястребова, который защищал Москву, дошел до Берлина, вернулся домой в родное село Невдальск-Брянской области и продолжил работу в колхозе. Рассказы о том времени и подвиги ветерана передаются в семье Ястребовых из поколения в поколение. Вчера сидел с дедом дома, приехал к нему, разговаривали про прадеда, ну чтобы уж больше, конечно, было информации. Я и так знал, но все равно подчеркнул данную информацию. Дети сидели рядом со мной, слушали, они впечатлены и тоже хотят съездить в то же село Невдальское. Также Одинцовские росгвардейцы приняли участие в акции «Поклонимся», возложили цветы к вечному огню, отдали дань уважения поколению победителей. Мы своим коллективом всегда почитаем память ветеранов Великой Отечественной войны, погибших в годы 41-45 года, а также всегда чествуем ветеранов, которые живы, которые продолжают нас поддерживать. И мы им желаем крепчайшего здоровья, долгих лет жизни. В таких патриотических акциях принимают участие все отделы вневедомственной охраны Подмосковья. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Кто не помнит истории, у того нет будущего. Патриотизм – это ценность, которую в нашей стране прививают детям с ранних лет. Ежегодная акция «Бессмертный полк во славу победы в Великой Отечественной войне» прошла в образовательном центре «Флагман». Она стала важнейшим и любимым мероприятием не только на территории России, но и за ее пределами. Рассказывает Елена Краева. Это великий праздник, великий праздник для всей нашей страны, для каждого из нас. И пока мы с вами его помним, чтим, празднуем, мы непобедимы. Тот, кто не помнит истории, у того нет будущего. В преддверии 9 мая в учебных заведениях Одинцовского округа прошли торжественные линейки в память о тех, кто ценой собственной жизни обеспечил нам мирное небо над головой. Четыре года неимоверных усилий, трудов, героизма, мужества, и мы свергли фашизм в центре Европы. Этот праздник великий, любимый, он на все времена. И поэтому мы будем всегда чтить наших героев. А пока мы будем помнить наших героев, наша страна будет расти, процветать и стоять на страже мира. Гимн России. Торжественное поднятие флага и фотографии дедов и прадедов в руках школьников. Дух патриотизма, который генетически заложен в сердцах детей. Это время, когда мы вспоминаем великий подвиг нашего народа. Это время, когда из поколения в поколение мы передаем наследие, победы наших предков. Дух патриотизма – это главная составляющая культурного кода любого гражданина Российской Федерации. После торжественной линейки в каждом классе провели урок разговоры о важном. Дети пообщались с ветеранами Великой Отечественной войны и героями спецоперации. Это единение нашего народа. Исторически так сложилось, что со всеми вызовами мы всегда справлялись. И это заслуга наших уважаемых ветеранов, заслуга тружеников тыла, заслуга тех героев, которые сейчас отстаивают национальные интересы нашей страны. Елена Краева, телекомпания «Одинцова». Специалисты «Мосприроды» выпустили в дикую природу четырех зайцев-русаков. Их выкормили и вырастили по особой технологии. Животные смогут самостоятельно жить вне цивилизации. Цель мероприятия – восстановить популяции зайца-русака и зайца-белика на природных территориях столицы. Оба вида занесены в Красную книгу Москвы. О других новостях столицы смотрите далее. В столице разработали технологию для экономии тепла. Уже почти в двух тысячах зданиях города установлены новые автоматизированные узлы управления. Устройство анализирует параметры теплоносителя в домах и температуру воздуха на улице, а затем ограничивает подачу избыточного тепла, используя алгоритмы искусственного интеллекта. Весь процесс полностью автоматизирован. Столичные реставраторы приступили к обновлению павильона номер 67 «Карелия». Он также известен как «Советская печать» на ВДНХ. Это будут первые подобные работы в здании с момента его возведения в 1954 году. Специалисты займутся кровлей и фасадами, отреставрируют деревянный фронтон по отдельно разработанной методике. Также реставраторы воссоздадут лепной декор, дверную фурнитуру и полы из метлахской плитки. В Летний кинотеатр «Москино» в парке «Сокольники» откроется 20 мая. В программу войдут новинки проката, авторское кино, отечественная классика, фестивальные картины и фильмы из Золотого фонда мирового кинематографа. Кинопоказы на свежем воздухе стали неотъемлемой частью московского лета и пользуются популярностью у жителей и гостей столицы. Не переключайтесь. Далее в программе вы увидите. Я память. В культурно-спортивном досуговом центре Ершовская состоялся патриотический концерт. В честь народного артиста в Заречье провели концерт-спектакль, посвященный творчеству Иосифа Кобзона. Про добро. Офицеры России готовят очередной груз для отправки в зону проведения спецоперации. И о новостях нашего округа. Патриотический концерт «Я память» прошел в культурно-спортивном досуговом центре Ершовская в поддержку участников спецоперации. На сцене выступили творческие коллективы со всего Одинцовского округа. Репортаж нашего корреспондента. Юлия уже не первый раз участвует в организации патриотических мероприятий. Вместе с Владимиром они создали общественную организацию волонтеров Московской области «Тыл». И теперь регулярно помогают в сборе гуманитарной помощи, а также проводят различные акции. Это уже не первый раз. У нас периодически проходят такие акции в поддержку ребят наших, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. А сейчас еще ее приравняли к 9 мая, так как это тоже такое значимое событие в нашей стране. На концерте «Я память» Александр выставил со своей знаменитой песней «333». Ее история началась, когда он поехал передать гум помощь и поддержать наших солдат. Спеть для них музыкальные композиции. Песню «333» они сняли на видео. Через два дня было несколько миллионов просмотров. Через два месяца я уже пел ее в Лужниках на митинг-концерте. Ну вот вся история. А так езжу и поднимаю дух наших бойцов на передовой. Патриотические песни о родине, солдатах и военных временах. В этот день всех объединила память о подвиге тех, кто сражался в годы Великой Отечественной. Также своими выступлениями артисты поддержали тех, кто сегодня принимает участие в спецоперации. В программе сегодня нашего концерта выступление творческих коллективов Одинцовского городского округа и представители региональной общественной организации «Тыл», а также участники специальной военной операции. Концерт «Я память» проводят уже второй год. За это время патриотическая акция получила большой отклик в округе. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Музыкально-поэтический концерт-спектакль «Одна у человека, мама и Родина одна» состоялся в культурно-досуговом центре Заречья. Проект этот посвящен творчеству деятеля культуры и народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Екатерина Крамор расскажет подробнее. Произведение о самом важном – о маме, детстве и родине. На сцене культурно-досугового центра Заречья состоялась премьера музыкально-поэтического спектакля «Одна у человека, мама и Родина одна». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив и посвящен творчеству выдающегося деятеля культуры и народного артиста СССР Иосифа Кобзона. «Главная тема нашего проекта – это родина, о любви к родине, воспитание в подрастающем поколении, чувство любви к родине, ответственности, правильного отношения к этой теме». В концертной программе прозвучали популярные музыкальные произведения советских и российских композиторов, а также песни из кинофильмов. Спектакль создал заслуженный артист России Сергей Маховиков вместе с юными артистами со всего округа. «Это соединение детского творчества, детского восприятия мира с абсолютно ясным, продуманным, концептуальным полетом души и темы, в которой жил и работал Кобзон Иосиф Давидович. И вот когда дети окунаются вот в этот репертуар, поют его, пытаются его осознать, при этом при всем у нас звучит и Есенин, и Блок, Рождественский». «Песни потрясающие, я считаю. Любая из них, на мой взгляд, шедевр. И мы так выстроили ряд песен, что это получился не просто концерт, а концерт-спектакль». Волнение выступающих можно было понять, ведь представлять произведение из репертуара знаменитого артиста Иосифа Кобзона – большая ответственность. Но у исполнителей все получилось. Музыкальный спектакль никого не оставил равнодушным. «Это программа, где каждая словесная и музыкальная фраза проникнута смыслом, вызывающим к качеству человека, как человеческим качеством, так и гражданским. Так программа, где не нужно лишних слов». Всего в рамках проекта было представлено четыре спектакля, которые прошли на разных площадках Одинцовского округа. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. А теперь к новостям о России. Туристов из Екатеринбурга спасли из снежного плена в Дагестане. Автомобиль с семейной парой занесло, и он застрял в сугробе. Сотрудники местной пожарной службы выехали на место происшествия и вытащили машину. Но пострадавших обогрели и посоветовали ехать по другой дороге. Но о других новостях России расскажем прямо сейчас. 8 мая в память о героях Великой Отечественной войны новосибирцы зажгли сотни свечей. Жители с семьями шли к памятным местам, где состоялись акции «Свеча памяти» и «Огни памяти». Огоньки, зажженные в полном молчании, складывались в слова «Помним вас». 8 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Во многих странах мира именно этот день отмечают как конец самой кровопролитной войны XX века. В Волгограде открылась совместная выставка музея-заповедника «Сталинградская битва» и Государственного центрального музея современной истории России. Здесь представлены подарки, преподнесенные верховному главнокомандующему Иосифу Сталину в 1949 году в честь его 70-летия. Тогда на имя вождя поступило более 30 тысяч подарков и около миллиона писем и открыток. В мае в России стартует основной период сдачи ЕГЭ. В этом году его будут сдавать более 700 тысяч человек. По статистике для сдачи чаще всего выбирают ЕГЭ по обществознанию, информатике, биологии и физике. Роспотребнадзор определил минимальный порог баллов ЕГЭ – 36 для русского языка, 27 для математики, 36 для физики и 42 для обществознания. Для получения дополнительных баллов выпускники должны либо хорошо написать итоговое сочинение, либо быть круглыми отличниками, призерами Олимпиад или иметь спортивные достижения. Это может принести школьнику 10 дополнительных баллов. Для тех, кто не сдал ЕГЭ по обязательным предметам, русскому языку и математике весной, назначат дополнительный период с 6 по 12 сентября. В Одинцовском отделении организации «Офицеры России» готовят для отправки очередной груз в зону СВО. Наряду с продуктами, питьевой водой и предметами первой необходимости ветераны с начала спецоперации передают стратегические приборы и спецснаряжение для ведения боя. Полина Толмачева с рубрикой «Про добро» далее. Сегодня все стараются помочь участникам СВО. Кто-то вяжет носки и шьет балаклавы, а активисты Одинцовского отделения организации «Офицеры России» наряду с продуктовыми наборами передают на фронт необходимую для бойцов амуницию. В зимний период мы организовали доставку утеплителя алюминиевого, потому что блиндажи и землянки очень здорово продуваются ветром. И как бы они ни укрывались, щели все равно остаются. И вот эти листы алюминия, вы знаете, такие двухметровые рулоны, что раскатывая внутри по стенам землянки, палатки, сразу становится тепло. Сейчас активисты организации готовят к отправке газовые горелки, баллоны, оптические прицелы, а также маленькие дровяные печи, окопницы и штурмовые крюки-кошки, которые изготавливают на заводе по заказу и чертежам офицеров России. В Одинцовском отделении практически ежедневно ведут прием населения, беседуют с новобранцами, помогают им с документами и составляют психологические портреты и рекомендации для последующего распределения по воинским частям. Организация ведет плотное сотрудничество с главой Донецкой республики, сопровождает гуманитарные грузы и помогает посылкам быстрее попасть к адресатам. Моя взаимодействие с офицером России, оно прямое по поставкам гуманитарных грузов, по сопровождению, по пребыванию на территории Донецкой республики, потому что она все-таки является, где проводятся военные действия. В Одинцовском отделении офицеров России более 200 активных участников. И когда в общих чатах кидают клич с запросом из зоны СВО, оперативно подключаются все, ведь только сообща можно одержать победу. Полина Толмачева, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем 15-17 градусов тепла, ночью около плюс 10. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 38%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Сегодня высока вероятность удачных переговоров. Успешно пройдет и обсуждение финансовых вопросов. Подробнее в нашей следующей рубрике «Гороскоп». Овны. Начните сегодня разговор на тему, которая давно тревожит. Тельцы. Было бы неплохо направить энергию на творческие занятия. Планируйте, стройте свою жизнь заново. Близнецы. Не бойтесь быть уязвимыми с людьми, которым можете доверить свои мысли и чувства. Раки. Поговорите с близкими о своих ожиданиях. Сделайте это максимально честно. Львы. Воспринимайте каждую проблему как возможность для роста. Девы. Говорите «да» чаще, чем «нет», особенно если возможность путешествовать возникает спонтанно. Весы. Проявите себя, и тогда услышите долгожданный ответ. Скорпионы. У вас впереди большие изменения, и, скорее всего, вы этого очень ждали. Стрельцы. Перед вами откроются новые горизонты, когда вы решитесь быть немного смелее. Действуйте прямо сейчас. Козероги. Вам очень нужна поддержка близких людей. Не пренебрегайте советами со стороны. Водолеи. Новые знакомства окажутся очень интересными для вас и, возможно, даже помогут заново влюбиться. Рыбы. Вы находитесь в гармонии с собой. В сфере любви и романтики пока не торопитесь. На этом у нас все. С вами была Ольга Дмитриева и Наталья Гончарова. Мы желаем вам всего самого наилучшего сегодня и вообще в течение этой короткой рабочей недели. Всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok